Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Могут ли за пенсионера получать пенсию его родственники? Если пенсионер вынужден ненадолго уехать или, например, находится на лечении в больнице, получить за него пенсию может доверенное лицо. Для этого составляется в произвольной форме доверенность, которая должна содержать указания места и даты оформления документа, фамилии и имя отчества, паспортные данные и адрес проживания доверенного лица, полномочия, которыми она наделяется, подпись доверителя и срок действия документа. Документ должен быть обязательно заверен либо нотариусом, либо руководителем организации, в которой работает доверитель, при доверенности на срок не более одного года, либо администрации лечебного учреждения, на один месяц. Если срок действия доверенности больше одного года, пенсионер должен ежегодно подтверждать факт регистрации или проживания по месту получения пенсии. Для этого нужно подать в Пенсионный фонд России письменное заявление о проживании по конкретному адресу либо один раз в течение года получить пенсию лично. Если после просмотра выпуска у вас возникли дополнительные вопросы, просим их задавать в комментариях, на что мы ответим в отдельном выпуске. На этом канале мы занимаемся бесплатной юридической консультацией пенсионеров и сообщаем всю важную информацию о пенсиях. Если вы хотите знать больше важной правовой и не только информации о пенсиях и дальнейшее улучшение качества выпусков, то обязательно ставьте «Мне понравилось». Просим задавать интересующие вас вопросы в комментариях и лайкать понравившиеся вопросы. На все вопросы по мере их поступления и в зависимости от их популярности, то есть количество лайков под ними, мы будем и дальше отвечать отдельными выпусками. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и самое главное – подпишитесь на блог юридической помощи. Субтитры создавал DimaTorzok